Всем привет! И с вами вновь Анастасия. Мы продолжаем серию видеоуроков для подготовки к ЕГЭ по русскому языку. И сегодня я читаю для вас рассказ замечательный, просто удивительный. Называется рассказ «Отец», автор Петр Гнедич. Слушаем. В самый ливень моя мокрая тройка остановилась перед станцией. Это было белое каменное здание с железной крышей, двумя фонарями на красных деревянных столбах у подъезда, почтовым ямщиком, выгоревшим от южного солнца и каким-то печатным объявлением на двери. Маленький, седенький, усатый смотритель выпрыгнул мне навстречу и, осведомавшись, сильно ли я промок, повел меня в комнаты. «Лошадей многос», – ответил он на мой вопрос. «Ежели полчаса обождете, курьерская свежая тройка будет. Духом домчит. У нас восемнадцать верст в час ездят. Это не то, что на иных прочих трактах. Может, чаю прикажете или глазунью сделать?» – уже несколько понизив голос, прибавил он. Дождь звенел в окна, ветер пригибал жидкие деревца в станционном полисаднике. Отчего же и не подождать полчаса? В комнатах было чисто, видно, что они выбелены недавно. «Чаю с собой у меня из Москвы». «Чай с собой у меня из Москвы», значит, самовар можно было поставить. Смотритель, как и следовало ожидать, был вдовцом, подобно пушкинскому станционному смотрителю, только при этом не имел дочери. Как все смотрители, он был важен и, как немногие слова, охотлив. Должно быть, одолели его вечные перебранки с ямщиками и разговоры с кривобокой босой девкой, наставлявшей самовар, и так его раздувавшие своими толстыми малиновыми щеками, что оставалось только удивляться, как они не лопнут. Свежий человек, особливо в дождливую пору, находка. «А как у вас насчет железной-то дороги?» – спросил я его, когда чай был уже налит в стакан, и глазунья слегка скворча на сковороде уместилась между самоваром и кувшином со сливками. «Говорят, что осенью приступят к изысканиям», – степенно отвечал он, отдуваясь и держа блюдце на растопыренных пальцах. «Только если позволите высказать мое мнение, едва ли эта линия скоро проведется, для инженеров никакой выгоды нет». То есть как? «Степь-с, паркет, а не почва. Инженеру первое дело, чтобы уклоны были, чтобы линию можно было винтом вести. А здесь ни тебе мостов, ни тебе насыпей. Шоссе и то невыгодно проводить. Я-с, перевидал строителей этих много. Известно ли вам, что я сорок первый год на службе состою?» «Срок весьма почтенный. И все на одной станции. Нет-с, в смотрителях я всего 13-й год. А до тех пор состоял я в таможенных чиновниках. Получил настоящее место по протекции. Спокойное место. Бойко идет только летом. А зимой и нет ничего. Простор люблю-с. Опять же горы на горизонте возвышают душу. У нас в Костромской губернии таких гор нет. Ежели о снеговых вершинах порассказать, так и не поверят. Значит, вы довольны? Что же мне в одиночестве моем надо? Сыт, одет, обут, как говорится. А что насчет железной дороги? Далекое это будущее, если можно так выразиться. И далеко не все одобряют. Хотя и принято говорить, что железная дорога – учреждение либеральное, однако оно не всегда достигает своей цели. И это не то, чтобы мое мнение. Тут важная одна персона проезжала на прошлой неделе, фамилии не назову, а скажу только, что соответствующее министерскому посту место в Петербурге занимает. Так вот, они изволили мне сказать – душою отдыхаю, готов день и ночь ехать на почтовых, только бы не по железной дороге. Сидя закупоренным в купе, чувствую себя как бы уложенным в чемодан. И кроме того, сознаю себя всецело отданным во власть строителям и пьяным машинистам, в чем, несмотря на сочувствие, никакого либерализма не вижу. И многие говорят то же самое. Действительно, прогресс не всегда удовлетворяет инстинктом души. Что же вы сливочек не возьмете? Корова собственная. Позапрошлой весной одна пала пришлось купить новую. Сто целковых дал. Полутиролька с образцовой фермы. До сих пор еще двадцать рублей осталось за мной. Все сколотиться не могу. В двери заглянул стриженный малый в огромных сапогах. Василий Никитич, штрафовое письмо принесли, принять просят. Неожиданно сказал он. На много? Полуоборотясь спросил Василий Никитич. На сорок два рубля. Подождут, не суть важно. Он, не торопясь, допил стакан. Извините, на минутку оторвусь по делам службы. Денежное письмо приму. Он поклонился и, на супе с деловым видом, вышел из комнаты. Я стал смотреть кругом. На стене висели небрежные олиографии в убогих рамках. Скатерть на столе была грубая, тяжелая. Углы стульев протерлись, шторы окон были в каких-то ржавых пятнах. Засиженные мухами Скобелев и Черняев хмурились из-под зеркала. Все так знакомо, бедно и печально. Вдруг в углу я увидел что-то блестащее и яркое, совсем не идущее к остальной обстановке. Я подошел к маленькому столику, накрытому вязанной скатеркой, такой, какие вяжут поповны да помещицы, страдающие ревматизмом. На столике лежал альбом из золотистого плюша с массивными застежками и крупными инициалами на крышке. Под буквами поставлены были цифры года. Я открыл крышку. На первом месте был посажен портрет хорошо знакомого мне доктора, пользовавшегося громкой известностью. На второй странице было изображение его жены с цветком на груди и неестественно скошенными глазами. Далее альбом был пуст. И только в одном месте сиротливо приткнулась в бок густой рамки маленькая карточка Василия Никитича в мундире почтового ведомства с рукой, заложенной за борт сюртука с густо начерненными усами. «Смотрите альбом?» – оживленно заговорил Василий Никитич, появляясь в комнате. «Хорошая вещица, дорогая!» «Подарок?» «Как же, от сынка моего!» «А зачем же у вас этот портрет на первом плане?» – показал я на карточку доктора. «Да это сынок мой и есть!» Должно быть, на лице моем выразилось крайнее изумление, потому что смотритель усмехнулся и самодовольно провел по усам рукою. «Знаменитость!» – любовно проговорил он, смотря на бородатое, скуластое лицо сына. «Ведь, как подумаешь, природа хитро распоряжается. Что я такое, мелкая сошка? Ни во мне талантов, не учености. Окончил курс в пансионе женском. Ей-богу! У нас в городе пансион был для девочек. Мадам Лобиш держала. Так я у них там с девочками учился. Жена была тоже так из захудалых дворяночек. И вдруг нас, Сереженька, на такую высоту! Европейская известность! На консилиумы во дворец приглашают за визиты по сто рублей платят. Лесно для отца, лесно! Даже, знаете, не верится, что это мой сын. Как же это думаешь? Неужто этот Сергунька, которого я собственноручно драл, когда он переходного экзамена в четвертый класс гимназии не выдержал? Странные комбинации судьбы. Вы видитесь с ним? А как же-с? Мне, конечно, по делам службы отлучаться неудобно, да и неловко. А вот он в прошлом году проезжал и альбом оставил. Очень это приятно отцовскому сердцу. И с супругой вместе приезжал. Надолго? На целый день-с! 13 июня это было. Супруга его, а моя сноха, тоже из первых столичных дам, урожденная баронесса фон Штирих. Красавица! По портрету можете судить. Ой, истая французинка! И при том со мной поцеловалась. Я сквозь перчатку ручку ее поцеловал, а она меня прямо в губы, и при том не обнаружила ни малейшей безрезгливости. Воспитывалась она в Петербурге в пансионе мадам Труба, где, сколь вам известно, даже русскую словесность на французском языке читают, в чем она сама мне со смехом говорила, и при том состояние за ней огромное. Два дома в Москве, подмосковное, серебряные прииски на Кавказе. А на свадьбе вы были? Василий Никитич состроил испуганное лицо. Что вы, как можно-с? Они венчались с пышностью и торжественностью. Мое присутствие нарушило бы этикет, ведь у него на свадьбе два товарища министра были, которых он пользует. Все чины вы высокопоставленные, с тонким образованием, и вдруг, с позволения сказать, какой-нибудь коллежский асессор-смотритель станции. Но ведь вы же отец. Это вы насчет кровного родства Миры Нойс. Я отлично постигаю, что ему не то чтобы стыдно родителя, а как бы, так сказать, неловко. Ведь я буду ровно как бы австралиец между них. В почтовом мундире, бритая рожа, усы, как у таракана. Конечно, из любезности они мне все будут руку протягивать, но ведь это же не ради меня, а ради сына. Раз он медицинскую карьеру делает, так уж надо твердо эту линию держать. А я ему и, господи, как могу напортить. Теперь знатные пациенты думают, что у него отец умер давно, и даже не интересуются знать, кто был таков. А то вдруг такая физия в потертом платье и с глупой улыбкой. Вся обедня попорчена. А вам не тяжело одному? Резко поставленный вопрос заставил Василия Никитича как-то вздрогнуть. Он отвернулся и начал наливать себе простывшего чая. Известно, под старость угол каждому иметь хочется, как бы про себя проговорил он. Ну да, ведь я с голода-то не подохну. Слава тебе, господи, пенсия есть. А ежели бы туго пришлось, пришел бы я к сыну. Так и так, мол, сил не хватило, корми, пои, старика. Только этого никогда не будет. Из чужих рук смотреть не люблю. Всю жизнь сам себе головой был и ни в ком не нуждался. Что мне в том, что у них, может, на серебре подают, да лакеи во фраках служат? Я не привык к этому и без расписного потолка проживу. Сказал, кажется, Юлий Цезарь, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме. А я доложу вам, что чем паче, приятнее быть первым на почтовой станции, чем последним в доме. Ну да не в этом дело. Хотел я вас спросить, в самом деле хороший лекарь из него вышел? Я похвалил. Был он тут у меня. Был он тут у меня, нахмурясь заговорил Василий Никитич. Я и жалуюсь ему, что ревматизм начал ноги одолевать. Он так равнодушно к этому отнесся. Ходи, говорит, круглый год в валенках. Хоть бы посмотрел, постукал где. А за женой, между прочим, весьма ухаживает. Сам лимон ей отрезал в чай. Головку ей щупал, не болит ли от дороги. Отчего же, вот когда вы в корове нуждались, он вам денег не прислал? Густая краска прилила колбу и щекам Василия Никитича. Он усердно начал мешать в стакане плохо тающий сахар. Я не счел нужным ему писать об этом, тихо возразил он. Я говорил ему во время проезда его, что коровку купить собираюсь. Да так, между ушей. Он пропустил. Тут вдобавок, как раз генерал Птахин с генеральшей нашим трактом следовали. Ну и не удалось поговорить как надо. Приехал Птахин, узнал, что здесь Серега. Вылез, обнялись, целовались. Тут вот я и понял, что совсем мне не место у сына в квартире быть. Я все ждал, что Сергей представит меня. Потому что без представления сесть при генерале неудобно, а стоять у притолоки при сыне тоже не идет. А Сергей о том, о сем, а обо мне ни слова. А потом генерал вдруг осердился за то, что Сергей у него растяжение желудка нашел и стал кричать на меня. Что же такое сякое, скоро у тебя лошади будут? А Сергей уткнулся в рецепт, пишет и ничего не слышит вокруг. Потом они вместе и поехали. Сергей вылез из коляски, просил всех подождать с минутку, вынес мне этот альбом. Тебе, говорит отец, на память. Обнял меня. Будь, говорит, здоров. Если заболеешь, пиши, пришлю совет. Ты, говорит, не стесняйся, бога ради. А жена его заговорилась с Птахиной и не простилась. Ну, да оно понятно, светская дама. Она ж меня даже не свекром звала, а тестем, и этого не знает. Он допил стакан залпом. Никто, как судьба, заключил он. Дверь опять скрипнула, и та же стриженная голова высунулась в щель. Готово, скороговоркой буркнул он и скрылся. «Пожалуйте, курьерская троечка», – проговорил Василий Никитич и начал помогать мне собираться. Дождь на время перестал. Низкие серые тучи неслись, цепляясь за острые выступы гор, синевших своими тяжелыми громадами. У мокрого крыльца, сдерживая горячих лошадей, сидел на козлах коляске ямщик, соловяной бляхой на рукаве. Хвосты у коней были подвязаны, и верх у коляски низко спущен. «Что же кланится от вас, сыну?» – спросил я, пожимая смотрителю руку. «Кланитесь, от чего же? Только вы, пожалуйста, ничего такого насчет меня, о корове и прочее, мне ничего не надо». Я сел в экипаж. Он подошел вплотную и взялся рукой за кожаный фартук. «Мне ничего не надо», – повторил он. «У меня есть отложенных 200 рублей на похороны, я ни в ком не нуждаюсь». Юмщик тронул. Василий Никитич приподнял свою белую фуражку. Станционный домик с каменной оградой и дворикой двумя пестрыми свиньями быстро мелькнул и остался позади. Лошади горячо и ровно катили экипаж. Опять началась степь, и нить телеграфных столбов опять замелькала справа, еще более усиливая однообразие бесконечной дороги. В ту же осень в Петербурге уже в конце ноября я заболел обычной северной простудой и послал за Сергеем Васильевичем. Он приехал на другое утро в маленькой каретке, такой же блестящий и довольный, как всегда. Я его еще ни разу не видал с лета. Как всегда, внимательно и серьезно он меня выслушал, пошутил насчет опасности моего положения, рассказал самую свеженькую сплетню о жене одного высокопоставленного лица и сел писать рецепт. «Вы знаете, я прошлым летом познакомился с вашим батюшкой», – внезапно сказал я. «Да». «Сами ездили». «Нет, вы знаете, я не могу отлучиться, такая практика. Он писал мне, что болен. Ну, да ведь и года его немалая пора и честь знать. Я посылал туда моего поверенного. Продали с аукциона какую-то корову, хлам всякий, рублей на пятьсот всего». Он встал и подал мне свою мясистую красивую руку. «Хороший был старик», – прибавил уже в прихожей. «В бреду перед смертью, говорят, все меня поминал. Говорил, что я его гордость. Конечно, он мог бы еще пожить, но в сущности кому он был нужен?» Тщательно застегнув пуговицы великолепного пальто, он надел несколько на бочок шляпу и еще раз протянув руку сказал. «Так не забудьте, мазью натретесь сейчас, а порошки на ночь». И я увидел из окна, как маленькая каретка, стоившая сколько, что на нее можно было купить целое стадо тирольских коров, запрыгала мягко по мостовой и скрылась в сером утреннем тумане. Итак, рассказ очень интересный. Я надеюсь, вам он понравился. Какие проблемы выделила я? Во-первых, взаимоотношения отцов и детей. Это здесь просто красной нитью проходит через все произведение. Во-вторых, отношение детей к пожилым родителям. Пренебрежительное даже можно. Пренебрежение детей к пожилым родителям. Дальше роль отца в воспитании. Детского эгоизма. Здесь есть эта проблема, просто очевидно. Одиночество пожилых людей. Если вы приведете, допустим, у вас будет проблема пренебрежительного отношения детей к пожилым родителям или одиночество пожилых людей, вы можете привести вот этот рассказ и паустовские телеграммы. И все, у вас уже два готовых литературных аргумента есть. Итак, готовый аргумент к проблеме пренебрежения детей к пожилым родителям. Известный врач, пользующийся славой и почетом, пренебрегал своим отцом. Не помогал ему. Посетил его лишь единожды. Получив известие о болезни отца, сын из-за занятости не приехал. Отец умер в одиночестве. До последнего вздоха старик все бредил о сыне и говорил, что он его гордость. Итак, ребята, вот это еще одно очередное видео с готовыми аргументами, где я читаю для вас готовый рассказ, привожу, каким проблемам можно привести, и делаю разбор одного, реже двух, если рассказ поменьше, аргумента готового. Все подобные видео можно найти на моем канале в плейлисте «Аргументы к сочинению». Видео-уроки к тестовой части и к подготовке к сочинению теоретической, как писать, можно найти на моем канале в плейлисте «ЕГЭ-2018». В моем инстаграме можно найти, все ссылки в описании, можно найти мемы обучающие с трудными случаями русского языка, а также я провожу прямые эфиры в своем инстаграме каждый вторник в 6 часов вечера по Москве. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео оказалось полезным, информативным для вас. Ставьте дизлайк, если видео не понравилось, и в комментарии, пожалуйста, укажите, почему, чтобы я знала. С вами была Анастасия, увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok